Инициативная группа амурчан, пытающихся добиться выплат по социальной ипотеке, еще до объявления о голодовке, услышала о возможных последствиях грядущей акции. Напомним, вступив ранее в программу развития ипотечного кредитования, люди получали компенсацию взносов из областного бюджета. Позже, без объявления причины, участники программы лишились этой поддержки. На судебных разбирательствах амурчане не остановились и решили объявить голодовку. Об этом уведомили городские и областные власти. Но накануне возмущенных вызвали в администрацию Благовещенска. Также нам сказали по поводу, что мы можем понести ответственность, что у нас могут быть штрафы и даже административные аресты. И тогда же участникам программы предложили сменить формат акции, пояснив, что такая форма протеста, как голодовка, является незаконной. Но и с другой стороны, запретить ее проведение власти не могут. Как голодовка такого понятия тоже данный закон не содержит. Но администрация, другие органы государственной власти, тем не менее, не вправе им отказать в проведении подобного мероприятия. Но при этом, возможно, у организаторов наступят какие-то последствия, вплоть до привлечения к административной ответственности в виде штрафов, либо еще каких-то санкций. На этом заключения горожан не прекратились. На одном из новостных сайтов области появилась статья, в которой, по мнению Оксаны, ее оклеветали. При этом ни за какими комментариями редакция к ней не обращалась. У нас тут пытаются представить, что мы в какой-то льготной программе. Это абсолютно не так. Мы находимся в программе развития ипотечного кредитования, в которую мог вступить любой гражданин Амурской области, в которой подходил, в основных было два условия. Ипотека до 2 миллионов и не в одной участие в социальной программе, и до этого, чтобы ни один супруг не участвовал. Впрочем, от акции протеста возмущенные граждане отказываться не собираются. 2 декабря участники ипотечной программы дают старт бессрочной голодовки, пока им не вернут все положенные средства. Любовь Ломака, Ольга Мироненко, Антон Максимов, Дмитрий Тарасов. Амурская служба новостей.